Существует 4 или 5 оригинальных школ образования. И когда у вас есть нечто оригинальное, ни на что не похожее, и к тому, что выдающиеся по результатам, которые приносят, а к вам приходят люди, так называемые реформаторы, с благими намерениями, которые, как известно, часто ведут в ад, или с прагматическими корыстными интересами, что здесь безусловно присутствовало, безусловно присутствовало, присутствует до сих пор. И говорят, зачем тебе это дорогое, старое, красивое, но вот уже не модное. В соседнем супермаркете ряды заставлены новым, модным. У всех есть, а у тебя нет. И нужно быть идиотом, чтобы свое, оригинальное, ни на что не похожее, и, повторяю, приносящие драгоценные плоды, выкинуть, пойти и купить то, что носит любой, на улице выйдешь, и ты это встретишь. Вот именно так поступили с нашей системой образования, кстати, с научной системой. Суть вот этого, того, что нам предлагают. Фундаментальные знания, знания по ядерной физике не нужны в повседневной жизни. Действительно не нужны. Знания высшей математики абсолютно не нужны в повседневной жизни. Знания древних текстов, древних рукописей, или там слово о полку Игореве абсолютно не нужны в повседневной жизни. Главный показатель успеха сегодня – это деньги. Доход на душу населения в стране или же деньги. Сколько ты денег зарабатываешь. Вот для этого действительно большинству людей не нужны ни Шекспиры, ни Гамлеты, ни Толстые, ни слова о полку Игореве. Нам сказали, что советская система образования была на фундаментальном знании основана. Оказывается, что оно неэффективно. Оно не дает нужного экономического эффекта. Уровень жизни в СССР ниже, чем в развитых странах Запада. И плюс, ну и вообще СССР рухнул. Что значит доказывать, что все это неэффективно и бесперспективно. А мы вам и даем ту модель, которая позволит этой эффективности добиться. Да, она рациональна, она прагматическая. В школе ты должен получить только те знания, которые тебе необходимы в повседневной жизни. В повседневной жизни. Все, точка. Механизм баллонской системы работает так. Еще раз. Фундаментальное, чем гордилась наша школа. Включая, начиная с первых классов, среднее образование, ну и выше, естественно. Хотя были и прикладные исследования, все такое прочее. Ставится ниже прикладного, прагматического, то есть полное переформативное. Плюс отказ от своего. Вот от того, что тебе привычно, что ты сам создал, что свойственно твоему естеству, а не просто так получилось. Это первое. И второе, вот этот пылесос за счет стандартизации. Пылесос не работает так, что он тянет отовсюду, но выбрасывает в одну сторону. И когда кто-то рассказывает эти сказки, ну либо он врет просто в глаза. Циничный врет, такой лицемер, ханжа, он знает, для чего эта система. Но он же не будет с вами делиться этим, что в принципе это обкрадывание вашего интеллектуального ресурса. Происходит утечка мозгов. Не так, что приезжают с автоматами англичане или немцы и говорят, вот лучших у вас заберем, там как это, ювенальная юстиция, да, и отвезем в наши университеты. Нет, мы сами построили по их подсказке, да, трубопровод по вывозу наших интеллектуальных ресурсов за границу. То есть бумажки эти паршивые, которые часто ничего не стоят. Это вообще существует в виде квитанции каких-то бухгалтерских платежек. Мы хотим вернуть сюда, а наш интеллект настоящий, потому что они уже дети тоже, студенты, они тоже уже участвуют в общем коллективном разуме страны. И тем более будущий, мы с охотой, с радостью отсылаем туда и говорим, что это хорошо. Это гигантский бизнес, изготовление и производство новых учебников. Гигантский бизнес, тем более сейчас это очевидно, когда книга, автор радуется, если у него 5000 экземпляров вышел тираж, а если 10 тысяч, ну просто банкет закатывает на всю Москву. А это сотнями тысяч. Это гигантские деньги, текст. И каждое издательство хочет, естественно, получить. А как легче получить, и чтобы не убивать друг друга. Как, кстати, много было убито этих людей в 90-е годы. А просто, чтобы было 10 разных учебников. Тогда каждое издательство будет выпускать по свои 100 тысяч этих, складировать в этих школьных библиотеках. И потом вот всякие люди, и по этой ахинеи нести. А учитель должен выбрать. Да, они приватизируют этот институт научно-исследовательский. Причем как-то очень точно они знают, что нужно в первую очередь приватизировать. Это связано с военным делом, с обороной, с высокой наукой. Но потом почему-то институт этот не расцветает всеми цветами научного знания. А чаще всего он просто уничтожается. Потому что, ясное дело, нельзя 100 ученых, институт полностью перевезти туда, нельзя из страны вынуть. Тогда его просто нужно уничтожить, потому что у них аналогичный, который просто конкурента нет теперь. Ну и все, цель достигнута. Думать так, что у нас тут среднее образование и школьное образование такое хилое. А на Западе, а для своих они лучше? Нет. В том-то и дело, что система стандартная, на всей территории создана. Не нужно столько образованных людей, фундаментально образованных людей. Элите не нужно, она не может распухнуть. Ей нужны только те, немногие, желательно самые талантливые, которых она может в себя включить и должным образом обеспечить, чтобы они на нее работали. И у них не было заверальных революционных идей по снесению этой власти. Но в период от 18 до 25 лет молодежь психически на взводе, особенно сейчас, физически максимальное здоровье и максимальная активность. Отсюда всякие 68-е годы в Париже. Нужно держать под контролем эту молодежь в этом возрасте. А как ее держать? Ты же не можешь всем работу дать. Им дают образование, их называют студентами. Где-то плавится, где-то общежитие бесплатное, где-то какое-то. Это беззаботная жизнь. В общем-то, никаких обязанностей перед обществом, особый образ жизни, где развлечение перемежается с интеллектуальными или иногда квазиинтеллектуальными занятиями. Но зато это наименее опасный вариант для общества в целом, ну и тем более для власти, занятости этих людей. Если слить пять вузов по тысяче студентов в один, то административный аппарат увеличится ненамного. Но зато он точно будет в четыре раза меньше, чем предыдущие. Логика вроде бы правильная, но при этом вузы объединялись как действительно сидели на карте, на планшете, на карте. Смотрели вот этот вуз, вот этот вуз, вот этот вуз в Москве в частности. Вот они рядом, в пределах двух трамвайных остановок, кроме трех квадрата, отчеркивался. Откуда вот эти скандалы, вот эти комичные случаи, когда кулинарные училища объединялись с балетным или математическое, с текстильным. Вот отсюда квадрат. Ну и тоже эта логика, вот примитивная логика. Чтобы административному аппарату легче было всем этим руководить. Одно дело, математический институт на одном конце Москвы, математический на другое конце Москвы. А как они будут друг к другу ездить, да? А математический институт и рыбный, рядом стоящий, можно? Это бред. Что вы говорите, да? Ну и само образование, русский язык отвратительно знают выпускники. Слова пишут, не понимают значения слов. Вот видно, что написано слово, и видно, что он не понимает, что он написал. У него какая-то своя мысль по поводу этого слова, то ли с клипом последним связано. Это бесспорно. Клиповое мышление, оно проявляется в чем? На экзамен, даже когда они же поступают, и пытаемся их приучить к чему-то другому, на экзамене, на выступительных это видно. Больше полутора минут не может выпускник современной школы говорить. Ему нужно сделать паузу. Если он даже знает более-менее ответ на вопрос, он каждые полутора минуты, большинство из них останавливается. Тут как перезагрузка компьютера. Я это называю коротким интеллектуальным дыханием. Если тебя заставляют на кнопки нажимать, это же совсем другое, что цепочка рассуждений, которая должна быть воплощена еще в лексическую, вербальную форму. Нужно уметь говорить. Они же плохо говорят в большинстве своем. Это все то, что уж ни в какие плюсы никому не запишешь. Это все последствия переноса Болонской модели со всеми ее дополнениями коммерческими, политическими. Тогда же кредиты под это давали. Там просто было сказано России при Ельцком правительстве, внедряйте нашу систему образования, даем кредиты. Нет, не даем кредиты. При этом еще кое-кому проплатили из конкретных людей, чтобы нужные бумаги подготовили, подписали, провели соответствующую кампанию. Как хорошо западное образование, как плохо наш отечественный. Идеологи Зерны, тут Сталин, тут Иван Грозный, ужасы коммунизма, да как вы будете обучать. Какое отношение ужасы коммунизма, если даже они были, имели к математике, блестящей русской и советской математической школы. Но и туда впалили ужасы коммунизма. Все это же делалось и за деньги, за чистоган, конкретные люди получали деньги. И еще две принципиальные для меня вещи. Полное отсутствие критической самооценки. То есть внушает... Вот эта педагогическая западная наука, которая сводится к тому, что ты самый лучший. Говорите детям, что они лучшие, они самые красивые. Я говорю, подождите, а если она страшненькая? Нет, со мной говорите. Я говорю, ну это же нехорошо. Обманывать нельзя человека. Я ей скажу это аккуратно. Точнее, не то, что она страшненькая, а ну что-то такое. Вот. И тем самым подготовлю ее к реальной жизни. Когда ей какой-нибудь балбес просто выйдет и в лицо это скажет. А вы ее приучите к тому, что она будет себя считать самой красивой, а потом там, условно говоря, замуж не может быть, ну и так далее. Вот это... Нет, вот это же как теперь, как догма. И второе, они обижаются, когда им ставят оценки, соответствующие их знаниям. Вот это самое красивое. Поставить тройку сейчас, я не знаю, как там на Мехмате, там все-таки более объективные, можешь сказать, да. Ну вот просто там двойку не выполнил. Ошибка. Ватрия, да. Нет, дело должны качать провода. Они не понимают, как так может быть тройка. Как, да просто за то, что я пришел сдавать экзамен, за это уже мне должны поставить четверку. Их вот это приучили, что труд, что у них масса прав, что учеба должна быть занимательной, интересной. Игрой. Эти идиотские формы, эти идиотские, всюду навязываются. И вообще должна быть, жизнь должна быть прекрасной, интересной, веселой. И права, и права. Я говорю, никаких прав у студентов, у школьников нет. На первом плане одно право. Право получать знания. И тебе родители, школа, общество обязаны это право твое реализовать. И они тебе это дают. Моя обязанность дать тебе эти знания. Образование, обучение, это есть насилие. В том числе и отрицательные оценки, это есть насилие. Это сигналом удается. Его здесь опекают, он в школе, в УЗЕ, стены вокруг, преподаватели, все закрыто, никаких эксцессов там, слава богу, нет. Он потом выйдет на улицу, и он думает, что он поступил на пятерку, а ему по голове дадут дубиной. Или он думает, что он, он же всегда делал правильно, у него же четверткой пятерки в УЗЕ получал, а его на работу не примут. И так далее. Так вот наказание в виде оценок, в виде того, что удалить с лекции за плохое поведение, это есть обучение той будущей жизни, предупреждение. Не веди себя так, это неправильно. А в некоторых ситуациях это будет опасно для тебя. Разрушают будущее нормальной моей страны, через разрушение моих детей и превращают их в реальных невежд, привязанных к чужим формулам, к чужим убеждениям. Я работаю в журналистике много лет. Я понимаю, как легко можно дальше этим манипулировать. При том, что лозунг, плюрализм, самостоятельное мышление, у каждого свои права, свое мнение, но лицемерие в квадрате, в кубе в сравнении с тем, что было точно не меньше, чем было в советское время, когда лозунги были в одну сторону, а реальность шла в другую. Вообще есть несколько систем, которые либо скрепляют страну, если они существуют, и эффективны, либо не скрепляют, она разваливается. Это национальный язык. И в этом смысле украинские националисты, бандеровцы, естественно, абсолютно правы борясь с русским языком, понятное дело. Это национальный язык. И, безусловно, сюда сразу после языка входит система образования. Потому что система образования воспроизводит язык, культуру, национальные коды и вот все-все это остальное. Просто через нее воспроизводится. А через кого еще? Не через что другое все это не воспроизводится. Только через это. Если сегодня начнут в школе говорить, утверждать, что осенью листья не желтеют, а зеленеют, через 10 лет, несмотря на то, что на дворе будут противоположные, так все будут утверждать. И найдутся ученые, которые объяснят, что это так. И все они докажут. Только через систему образования. Образование без языка не существует. Нужно на каком-то языке преподавать. Поэтому на первом месте родной язык, в нашем случае русский. Всякий, кто у него покушается, есть враг России. Всякий, кто его ухудшает, есть человек, который вольно или невольно выдает Россию и себе, если даже он сам это не понимает. И система образования, через которую поддерживается, воспроизводится этот язык. На котором все остальное общество разговаривает и передает свои знания, социальный опыт, национальные традиции и все остальное. Это не может быть никак иначе. Это только так. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok